Маня лошадь не простая, а лечебная. Этим званием она вполне может гордиться, но сейчас больше радуется угощению, которое ей приносят мамы и малыши, занимающиеся ипотерапией. Лечение лошадьми, а ипотерапия расшифровывается именно так, метод не новый, но эффективный. И здесь, в детско-юношеской спортивной школе номер 9, на себе это проверяет маленький Максим. Вместе с мамой. Ну, у нас уже третье занятие мы занимаемся, сюда приходим, а направил нас врач. Ребенку очень нравится, то есть он с таким восторгом рассказывает про лошадей, про то, как он катается. И достаточно, самое интересное, что спинка у него, когда он ходит, сутулая, она лучше садится, она становится прямая. А вот 9-летний Марк. Он ходит сюда уже 5 лет. Мне нравится. Тут очень хорошо. Мне нравится общаться с лошадьми. Очень нравится тренер Нелли Алексеевны, как она занимается. Лошади успокаивают. Занятия проходят дважды в неделю. И на каждом аншлаг. Да и отказать никому тренер не может. За каждого ребенка она переживает, как за своего родного. Круглый год у меня занимается 18 человек. Ну, это по списку. Но дети, которые приходят, вот, как бы я не отказываю, я беру всех, еще нагрузку больше делаю. А вот. А в основном диагноз – это дети детские больные церебральным параличом приходят. В основном, у которых нет спастики, которые плохо двигаются, которые начинают ходить и не могут это делать. И вот движение на лошади им просто помогает начинать ходить, начинать разговаривать, начинать двигаться, ощущать себя человеком. Эффект от ипотерапии, говорят родители, превосходит все их ожидания. Мы занимаемся ипотерапией уже больше пяти лет. Попали сюда чисто случайно. Через знакомых. Мамер Нелли Алексеевны дали. Это очень отзывчивый, хороший человек. Мы созвонили с ней, вот начали ездить каждую неделю. Причем, вот муж у нас у меня работает по сменам, и мы договариваемся, в любой день, какой вот нам удобно, она нас приглашает, и мы занимаемся. Эффект заметен буквально через сколько? Через два месяца-два уже начинает. Спинка начинает ровнее, держаться начинает. Девочка Вика у нас вообще была растением, можно так сказать. Ездила сначала с папой, потом уже начала одна с поддержкой. Сейчас вот хорошо уже сидит, занимается, упражнения делает. Сейчас Череповец один из участников конкурса «Город равных возможностей для детей». Он стартовал весной этого года. Цель – показать то, что делают российские регионы для поддержки особых детей. Конкурс «Город равных возможностей» объявлен в мае месяце фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России. Кроме нашего города участвуют еще Кириллов, Сокол и Белозерск. То есть мы представляем Волгодскую область. Суть конкурса, можно так сказать, что это реализация некого плана. План мероприятий, который направлен именно на улучшение положения детей-инвалидов. Итоги конкурса подведут 1 декабря. А пока у каждого череповчанина есть возможность проголосовать за свой город на сайте яродитель.ру. По итогам голосования победитель получит спецприз. Правда, что это будет пока неизвестно. Организаторы сохраняют интригу до последнего. Юлия Моцена, Сергей Смирнов, информагентство «Череповец». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова